Доброе утро! Мы рады приветствовать вас в студии программы «Земном и небесном». Сегодня с вами Юлия Бычкова, Константин Герлинг и наш эксперт, как обычно, архиепископ Пятигорский Черкесский Сфеофилат. Здравствуйте, Владик! Здравствуйте, Юлия, Константин! Доброе утро, дорогие братья и сестры! Владыка, ну почему вообще человек, мы сегодня поговорим о болезнях, да? Да, о болезнях, тема непростая. Почему человек вообще болеет? Правда ли, что определенные грехи провоцируют определенные заболевания? Ну, проще говоря, Бог шельму метит? Вы знаете, Константин, наверное, может быть все одновременно и просто, и сложно. Действительно, болезнь – это есть продолжение греха. Но мы можем вспомнить Священное Писание, где помним о том, как Адам и Ева, используя свою свободу, выбрали свой жизненный путь через вступление от заповедей, от поручения, которые Господь им дал. И первое, что они слышат, что теперь они изменились, и они теперь будут болеть. И в болезни, и в трудах будут проводить свою собственную жизнь. Потому что любой грех приносит и физическое изменение собственное. Но есть прямые последствия, так сказать, греха и болезни, несомненно. Но вот я как-то слышал идею, что вот есть какие-то грехи, которые обязательно провоцируют те или иные заболевания. Я с этим совершенно не согласен, потому что любой грех делает человека уязвимым. Мы в прошлый раз ими говорили о зависимости, к примеру, алкогольной зависимости. Ну, понятно, что алкоголь на какие органы действует, и, скорее всего, нетрудно догадаться, какие органы будут поражены. Или табакокурение. Ну, прямое воздействие на дыхательную систему, и, скорее всего, именно она будет первая подвержена изменению. Но говорить о том, что вот какие-то грехи порождают какие-то болезни, совершенно несправедливо. И совершенно неправильно. Потому что есть еще и болезни, которые не являются следствием греха, а являются своего рода таким, знаете, средством совершенствования человека, в том числе ведущего духовную жизнь. Мне известна одна замечательная монахиня, которая живет в Сибири, и я очень много наслышан о ее жизни, и могу свидетельствовать о высокой духовной ее жизни. Она живет совершенно в экологическом чистом месте, питается, как говорят современные человеки, экологическими продуктами, живет очень строгой монашеской жизнью, но при этом тяжело болеет онкологическим заболеванием. И я совершенно понимаю, что, скорее, это заболевание не вызвано ее какой-либо страстью, потому что знаем мы ее все, и знаем о ее духовной жизни, о ее чистоте духовной жизни и собственной жизни. А это вызвано как раз как лекарство, которое Господь дает эту болезнь для духовного совершенствования. Знаете, как, если хотите, некий костыль, который дает в помощь душе, и через эту болезнь человек приобретает новые навыки. Ну, к примеру, навык сострадания, навык более глубокой молитвы, навык более духовной сосредоточенной жизни, понимая, что твоя жизнь, вот она почти уже на волоске. И человек изо всех сил старается ее духотворить настолько, насколько может позволить его физические силы. То есть бывает совершенно по-разному. Не всякая болезнь к смерти, я так скажу. Не всякая болезнь к смерти. Есть болезни, как лекарство, через которые человек приобретает духовное выздоровление, освобождается от какой-то зависимости или приобретает новый навык духовной жизни. Не погрузившись во тьму, не познаешь свет. Ну, можно и так сказать отчасти. Хотя, скорее, тьма – это отсутствие света. Ладыка, я вот хочу затронуть тему болезней, которые глобально меняют жизнь человечества, вот тот же СПИД. Но в последнее время, вот одну из последних статей, которые я читала на эту тему, высказывают такое мнение, что в конце концов мутация иммунной системы, которая происходит при заболевании СПИДом, она приведет к тому, что иммунная система человека станет совершенной, и он просто перестанет болеть. Что можете сказать по этому поводу, и есть ли в Библии описание событий, глобально меняющих жизнь человека, болезни? Таких примеров мы не знаем. Мы знаем только одну человеческую жизнь, одного человека, которая не была подвержена никаким болезням. Это земная жизнь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он был, как человек, кроме одного – греха, а поэтому никогда не болел. И за всю свою земную жизнь он никогда ничем не болел. И только перенес страдания на кресте, которые вольно принял за грехи людей. Других примеров история человеческой жизни просто не знает. А значит, повторюсь еще раз, само понятие болезни – это, собственно говоря, проявление греха, который есть в человеке, его духовной слабости. А вот что касается, коль вы уже вспомнили, вот это страшно распространенное заболевание сегодняшнее, да, вирус иммунодефицита человеком, приведу несколько интересных примеров. Один пример, который я услышал на Святой Горе Афон, когда посвящал, один из старцев говорит там, что, оказывается, лекарство от СПИДа есть, оно так находится на поверхности, но просто до времени Господь скрывает это от человека. Видимо, для того, чтобы дать человеку возможность такой, знаете, нормальной, достойной жизни. Хотя ведь вирус иммунодефицита – это не только болезнь людей с испорченной нравственностью, это еще и какие-то ошибки медицинские. Ну, к примеру, просто можно заразить ребенка или ребенок, рожденный от родителей. Здесь тоже, кстати, можно сказать, некоторые спрашивают, есть ли болезни наследственные. Да, действительно, какие-то есть болезни наследственные. Но связаны они ли с грехом родителей? Отчасти – да. И в этом есть слова из Священного Писания. «Отцы наши ели кислый виноград, а на зубах детей оскомина». Это относится к духовному опыту жизни. Когда родители живут вот такой жизнью с кислым виноградом, то нередко их опыт жизни перекидывается на собственных детей. Они наследуют не только внешние черты сходства со своими родителями, но и сходства характера, а также и склонности к тем или иным зависимостям. Есть другой пример. Есть пример отрицания или даже, знаете, пренебрежения к больным людям. Вот это уже более страшный, наверное, иммунодефицит. Я как-то посещал больницу, родильное отделение, традиционно, на рождественские праздники. И помню, я зашел в одну палату, и мне медсестра предупреждает. «Ладыка, очень осторожно. Здесь лежат две мамы, которые больны с ПИДом». Я говорю, ну, а что, говорю, что здесь страшного? Ну, просто будьте очень осторожны. Я говорю, подождите, мы уже немножко поговорили, но он же не может просто передаться от одного прикосновения. Ну, мы просто на всякий случай говорим, вас предупреждаем. Мне кажется, это намного страшнее, вот этот дефицит, когда мы к людям, в том числе пораженным той или иной болезнью, начинаем относиться как уже почти к нелюдям, как в древности относились к прокаженным. Как будто бы незамечаемых, а если вдруг они оказываются близости к нам, мы просто их начинаем подальше отталкивать. Как будто бы этим мы можем избежать этой болезни. Вот это более страшное заболевание, которое, к большому сожалению, с годами жизни человечества не проходит, а мутирует в какие-то новые формы. Еще об одной страшной болезни. Об онкологии. Часто люди близкие человека, который заболел раком, которому поставлен страшный диагноз, об этом ему не рассказывает. Не поберегают, да, от страшного. Правильно ли то, что они скрывают от него эту жизнь? Вы знаете, вот я уже об этом говорил, что любая болезнь, она не всегда является шафотом. Это не всегда путь к гибели. А скорее, это такой, знаете, если так хотите, может быть, даже иногда знак, который говорит о том, что вот именно сейчас, как никогда, ты должен успеть стать человеком. Это то же самое, когда человек находится на грани жизни и смерти и понимает, что уже, может быть, ему осталось совсем немного времени, и нужно постараться остаться быть человеком. В том числе и заболевания, которые относятся к, ну, почти к неизлечимым, или в большей степени неизлечимым, к онкологическим заболеваниям, которые, ну, сегодня, слава богу, некоторые из них лечатся, и достаточно успешно лечатся. Но прежде всего, это заболевание, вызов не только для тех, кто заболел, но и для родных. Во-первых, мы, родные и близкие, должны таким людям помогать не как обреченным, не как приговоренным, а напротив, постараться их жизнь наполнить такой силой человечности, сколько можно только этой силы дать. Ну и, конечно же, тех людей, которые поражены этой болезнью, ни в коем случае нельзя обманывать, нельзя запугивать, и нельзя обманывать словом, да, знаешь, ты поправишься, и завтра пойдешь. Может быть, это бывает очень странно звучит, особенно когда ты видишь человека, ну, там, с ампутированными конечностями, и ему говорят, ну, ничего, ты не переживай, ты еще попляшешь. Мне кажется, даже это иногда как-то кощунственно звучит. Да, может быть, ты не пойдешь, но не в этом речь. Ты все равно можешь и должен остаться человеком. И все, что ты можешь сейчас делать, и должен сейчас сделать, и твоя самая главная функция – это не плясать, не петь, не есть и пить. А твоя самая главная человеческая функция – любить, прощать, показывать примеры достойного человеческой жизни, не отчаиваться, потому что отчаяние или уныние – это страшнейший грех, страшнее любой болезни. Вот это уж точно приводит к жуткой трагедии. И нужно постараться оберечь человека от этого. И своим собственным примером твердой веры показать, что самое главное в человеке – это не танцевать и петь, а быть человеком, любить, прощать, дружить, быть радостным, уметь надеяться. Да просто по-человечески общаться. Владыка, а человек, который вот узнал о своем страшном диагнозе, вот зачастую стоит перед выбором. Или начинать долгое, и все знают, что очень дорогостоящее лечение порой, для семьи, для родственников. Или, может быть, ему в таком случае отказаться, уже смириться, и вот ждать своего часа, не пытаясь его отсрочить. А вы знаете, лечиться – это тоже смириться. Смириться перед тем, что да, мы немощны. И когда я смиряюсь перед своей немощью, я начинаю эту немощь лечить. Поэтому это тоже путь определенного смирения. И оно заключается… Ведь мы иногда неправильно совсем понимаем. Смириться – это нечего… Некоторые думают, что смириться – это… Опустить руки. Опустить гуру. Ну, я смирился, ничего не делал. Нет, ничего подобного. Я смиряюсь перед тем, чтобы не мстить. Я смиряюсь перед тем, чтобы не разозлиться, чтобы не разгневаться, чтобы в конце концов не лишать себя жизни. Вот перед этим я смиряюсь. Я не буду это делать, проще говоря. Вот на это я руки свои опускаю. Я не буду этого делать. Я, наоборот, стану сильным человеком и изо всех сил буду жить не потому, чтобы все там до последней капли своей крови прожить, а чтобы через эту временную жизнь переступить в вечность. Лечиться – это тоже доброе дело. И мы знаем из Священного Писания, когда Христос прямо говорит ученикам своим, если кто-то из вас болит, позовите пресвитеров, пусть они помолятся об этом человеке и помажут его елеем. То есть нужно лечить человеком. И лечить двумя способами. Духовно лечить и физически лечить. Поэтому это вполне правильно и нормально, и естественно. Мне естественно как раз-таки отказаться от одного и от другого одновременно. А что касается выбора, вы знаете, чаще всего действительно здесь нужно соразмерять само заболевание и само лечение, но сделать все, что только возможно. И я искренне поддерживаю и всегда разделяю боль тех родителей, которые до последнего борются за жизнь своих детей. И спасибо таким мамам. Я с ними очень многими общаюсь, и с некоторыми из них лично знаком. Когда они приходят и говорят, что у моего ребенка онкология, и, наверное, уже мало что может помочь, но мы хотим все же свозить его еще на одну операцию, попытаться сделать. Я благодарен вот мамам за такую их веру, за то, что их вот этот материнский подвиг до конца, он вызывает глубокое восхищение. И, конечно, всегда мы отзываемся помощью, и просим наших прихожан, и как собираем средства, и материально поддерживаем, насколько это возможно. И прежде всего духовно поддерживаем. И вместе с мамой до конца, что называется. И такие случаи, напротив, знаете, больше приносят человеческого в жизнь, наверное, чем трагического. А потом говорят о чудесном исцелении, к которому вот такой долгий был и тяжелый путь. Да. Ну, все объяснимо, да? Вот объяснили чудо. А может быть, одна из наших передач будет посвящена чуду? Действительно. И такие чудеса происходят. Что-то мне подсказывает, что это будет очень интересно. Это очень интересно. Так, давайте через неделю поговорим об этом. Хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, Владыка. Сейчас вам слово. Спасибо большое за общение, дорогие братья и сестры. Самое главное, нам нельзя отчаиваться. Любое отчаяние – это предательство. Предательство нашей веры, предательство любви к нам, предательство дружбы. А сила веры всегда зиждется на нашей благодарности. Будем благодарны Богу и тем, кто рядом с нами. И через свою собственную благодарность будем являть любовь, особенно тем, кто в немощи. Помоги нам, Господи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова